начинать наш разговор у нас такой камерный мы все понимаем конец семестра все насыщенно всем добрый день кто смог найти минутку к нам подключиться добрые доброго времени суток извините меня за такую формулировку всем кто смотрит нас в записи мы начинаем наш мастер-класс который входит в серию из двух мероприятий посвященных ораторскому мастерству сегодня у нас тема ораторское мастерство зачем и как нужно работать с речью и голосом на прошлом мероприятии мы с вами мы обсуждали в принципе а какие качества какие инструменты делают из нас хороших ораторов которые вовлекают в аудиторию кстати можете написать в чат если вы были на прошлом вебинаре поставить плюсы если нет то минус и соответственно это был больше такой концептуальный может быть философский вебинар где мы обсуждали какие основы в основе лежат в работе профессионального преподавателя когда он именно активно и ярко работает с аудиторией и сегодня у нас более прикладная такая история мы сегодня с вами собственно погружаемся вопрос ораторского мастерства как напрямую до работы с речью с голосом и все что с этим связано сегодня будет отлично было очень классный вебинар спасибо большое сегодня будет тоже очень интересный и очень практика ориентированный формат я саша дмитриева я руковожу методические направления в центре преподавательского мастерства и я здесь скорее как такой ведущий технический человек и сегодня вы с наши гости нашим постоянным уже не побоюсь этого слова спикером который возможно видели на других мероприятиях наталья вы погрузитесь в мир практик оратора здесь будет разговор о том как можно поработать с голосом как можно улучшить артикуляцию громкость в конце концов логику с помощью определенных речевых и ну никаких ментальных практик и я вам сразу скажу будет безумно интересно потому что вы все что ну довольно много из того что будет происходить на вебинаре вы сразу сможете попробовать поэтому если вы можете уединиться или наоборот вовлечь окружающих в то что будет происходить то пожалуйста включайтесь не стесняйтесь пробуйте и пишите свои комментарии в чат делитесь тем как вам вообще что с вами происходит как обычно мы работаем с вами в таком контактном формате насколько можете пишите пожалуйста в чат задавайте вопросы жалуйтесь если что-то не так со связью чтобы мы тоже оперативно могли отреагировать если вам захочется что-то сказать вживую то пожалуйста нажимайте на кнопку поднять руку и мы по возможности будем пускать вас в эфир ближайшие полтора часа и вы погружаетесь с наталья львовской наталья передаю вам слово микрофон и коллег которые к нам присоединить спасибо большое александра уважаемые коллеги добрый день я сейчас поделюсь презентации и мы постепенно начнем буквально одну минуту как ваше настроение в такой достаточно загруженный все таки период для преподавателей так и вижу огонечки у кого-то хорошо это здорово норм это тоже хорошо я сегодня уже успел отвести две пары на английском языке поэтому да так подскажите пожалуйста виден ли экран я вижу чат я всегда подключаюсь двух устройств чтобы было более удобно и мы с вами начнем огромное спасибо как уже александра сказала мы сегодня будем говорить про ораторское искусство в работе преподавателей зачем и как нужно работать с речью и голосом для начала такой небольшой интерактив здесь есть несколько картинок которые были нарисованы гигачатом по определенному запросу можете ли вы узнать кого-то из этих людей потому что некоторые прям хорошо узнаваемый с некоторыми я тестировала на коллегах не очень я думаю точно первые и третьи узнаваемый вот со вторым четвертым и пятым возможно некоторые варианты да ольга ого второй человек да это маргарет тэтчер первый это стив джобс да ну вот как раз тэтчер кстати мало кто узнал когда я показывала результаты генерации многие сказали что очень не похожи нет это не инштейн хотя действительно есть такое ощущение что это инштейн но нет это российский ученый хокинг да третий окей с четвертым я думаю что будет сложнее и с пятым тоже ну действительно стив джобс маргарет тэтчер стивен хокинг малала юсуф зай и андрей сахаров ну пожалуй что андрей сахаров меньше всех похож на самого себя в общем то всех этих людей объединяет одна вещь они все были выдающимися ораторами мы можем достаточно долго спорить об их деятельности но с точки зрения выступлений они действительно были очень профессиональными даже тот же стивен хокинг который безусловно имел физические ограничения все равно умел объяснять очень доступным и простым языком а те сложные вещи которыми он занимался но кстати есть и другой антипример например набоков как раз таки был скорее плохим арата он не очень хорошо умел выступать был вынужден прорабатывать буквально каждую секунду своей речи всегда выходил с бумажками и читал с них а потому что это было не его да ольга это очень здорово действительно а малала это лауреат премии мира которая борется за равноправие женщины мужчины также за развитие сферы образования в том числе давайте пойдем немножко дальше один слайд про то почему я вообще могу об этом рассказывать потому что мы все здесь безусловно занимаемся выступлениями даже если вы это не делаете постоянно и не преподаете все равно у нас есть этот элемент жизни но во первых я прочитала огромное количество материалов и просмотрела по публичным выступлениям ораторскому искусству структурированию речи и других вещей и я практически каждое то что читала я тестировала на практике смотрела что работает какие советы рекомендации методы возможно достаточно спорные вторая составляющая я проходила довольно большое количество курсов связанных с актерским мастерством с публичными выступлениями стори тейлингом построением презентаций наверное здесь нужно было выделить третью вещь я довольно долго занималась хором и вокалом и очень большое количество техник позаимствовала именно оттуда ну и в общем то если посмотреть на отзывы студентов то они очень часто отмечают что речи супер структурированные что очень нравится подача материала структурирование а то как взаимосвязаны разные разные блоки между собой и то насколько интересно это все рассказывается что нас сегодня с вами ждет во первых мы поговорим о том зачем вообще нужно ораторское искусство также мы поговорим о том что же такое все таки ораторское искусство и что я туда включаю и что считаю базы для того чтобы хорошо выступать третья составляющая у нас будет правда много разных упражнений техник с примерами некоторые я буду показывать некоторые будут просто объяснять как они вообще делаются и зачем потому что в отдельных ситуациях будет достаточно сложно показать в рамках онлайн и в кабинете как это работает и также будут своего рода кейсы решения и обсуждения поэтому я буду очень рада если вы как и уже начали продолжили бы вовлекаться и тоже отвечать надеюсь что это будет удобно безусловно если у вас есть вопросы вы можете задавать их по ходу в чате я с удовольствием на них отвечу и также я вам тоже буду иногда задавать вопросы чего наверное ждать не следует эта вещь не часто появляется в лекциях и подобных мастер-классах но я решил ее добавить а потому что зачастую мастер-классы когда есть какие-то упражнения есть кейс или есть конкретные технические инструменты кажется что результат будет мгновенным и вот я пришел преисполнился в своем сознании теперь я просто выдающийся эксперт в каком-то деле но здесь конечно этого не будет ораторское искусство все-таки довольно большой объем практики классического лекционного формата тоже не будет потому что он достаточно плохо согласуется с ораторским искусством поэтому будут мини задания и вопросы поскольку у вас уже был предыдущий мастер-класс по ораторскому искусству кто-то на нем уже был кого-то не было как вы вообще понимаете ораторское искусство что на ваш взгляд туда входит можно какие-то короткие поинты написать мы безусловно об этом чуть-чуть еще поговорим удержание внимание аудитории большое спасибо а за счет чего мы могли бы удерживать внимание аудитории умение вовлечь и увлечь аудиторию темы выступления удерживать внимание интересы аудитории хорошо вижу структуры речи связь с образовательным результатом сама речь хорошо огромное спасибо за вашу вовлеченность и активность интонационный рисунок речи соответствует контенту да это супер тоже интересная история но надо сказать что интонации в среднем управлять намного сложнее чем например паузами в речи зачастую того же самого эффекта можно добиться через паузы чем через владение интонацией и тогда такой еще вопрос достаточно спорный для некоторых людей а считаете ли вы вообще важным ораторское искусство или вы скорее считаете что но мы же преподаватели мы в принципе не должны развлекать студентов мы не должны как-то вовлекать мы должны преподнести контент они должны его усвоить важно окей потому что на самом деле довольно много возражений на эту тему из того что я общаюсь с коллегами и многие считают что это не очень обязательная штука да я вижу ответы тут все считают что многие считают что лекции должны быть интересными ораторское мастерство не нужно путать с харизмой это прекрасный комментарий это особенно студенты зачастую путают ораторское мастерство с харизмой как будто бы немножко окей спасибо огромные за ответы тем не менее я все-таки взяла вот это возражение что я же не клоун не ведущий не актер чтобы развлекать у меня же есть очень полезный контент а студенты в конце концов пришли учиться но долго ли вы протянете если я буду монотонно читать текст который в данном случае сгенерирован рекой яй давайте попробуем конечно эта задача для меня не из легких я не делаю в таком формате материала но тем не менее логистика это управление потоками товаров услуг и информации от производителя к потребителю она включает транспортировку хранение управление запасами упаковку логистика помогает снижать затраты увеличивать эффективность и обеспечивает бесперебойное снабжение она важна для экономики и способствует устойчивому развитию даже наверное можно не спрашивать что скорее всего вы отключились уже где-нибудь на втором предложении практически начали уже не слушать и совершенно не улавливать суть хорошо давайте я попробую справиться а теперь добавим немножечко экспрессии логистические операции начинаются с планирования и организации поставок где определяются оптимальные маршруты сроки и способы доставки товаров важную роль также играет управление складскими операциями включая прием хранение и отгрузку товаров управление запасами помогает предотвратить дефицит или избыток товаров а это способствует улучшению ликвидности и снижению затрат на хранение окей экспрессия появилась в каком-то формате паузы хоть чуть-чуть тоже появились но по большому счету кажется что лучше не стало потому что контент от этого понятнее не стал структуры здесь не появилась и с этим в общем-то довольно сложно работать но почему же вам скучно вы пришли на этот мастер-класс скорее всего достаточно целенаправленно наши студенты объективно приходят так на занятия не всегда это текст который общий мы еще потом обязательно затронем третий абзац и я покажу как переструктурировать эту историю чтобы она действительно была воспринимаемой сейчас снег контент намного доступнее чем каждый из нас с вами чем то что мы рассказываем и его буквально можно получить одним движением руки разблокировать экран телефона и уже ты в телеграме листаешь бесконечные каналы потом ты переключился на youtube и смотришь бесконечные шорсы и очень сложно из этого потока выключиться и начать слушать то что говорит преподаватель времена действительно изменились помимо того что мы конкурируем соцсетями мы конкурируем с личными проблемами людей с их друзьями которые сейчас хотят им рассказать историю про вчерашнюю вечеринку с тем что они просто на что-то другое отвлеклись на птичку которая прилетала в окне и мы действительно должны постоянно управлять вниманием аудитории из-за того что факторов отличения очень много объективно внутренней мотивации и какой-то силы воли что да я пришел учиться я не буду отвлекаться большинству студентов недостаточно мотивация это в принципе очень очень сложная штука при этом мы все еще хотели бы чтобы студенты вовлекались и в идеале выносили бы что-то из предметов ну или в крайнем случае хотя бы не получали не за счет и потому что не за счет это обычно гораздо большая головная боль скорее для преподавателей чем для передающего студента но мы уже выяснили что вовлечение этого многом истории еще и про мотивацию я недавно проходила курс по мотивационному дизайну school of education и мы рассматривали мотивацию с разных позиций мне понравилось утверждение о том что мотивация это слон вот мы посмотрим на слона мы не можем полностью слона увидеть а мы все равно видим какую-то его часть то же самое с мотивации нам достаточно сложно понимать из каких элементов она состоит и как они все взаимосвязаны между собой и если мы говорим про ораторское искусство то она влияет на во первых связанность другими как очень важный элемент мотивации что человек чувствует себя частью группы и во вторых это влияет на соотношение ценностей и затрат когда студент принимает решение слушать ли ему сейчас вашу лекцию или участвовать семинария или вообще прийти ли на них для начала у него есть некоторая ценность которую он получит от этого материала есть затраты в том числе какие-то упущенные возможности которые он не сможет реализовать но для кого-то упущенная возможность это пойти погулять для кого-то упущенная возможность пойти поработать кто-то просто устал и хотел отдохнуть и когда вы либо упрощаете восприятие контента либо увеличиваете ценность вы позволяете улучшить вот этот баланс таким образом ораторское искусство в части связанности с другими влияет на мотивацию через вовлечение аудитории через какие-то примеры с которыми они могут ассоциировать себя и почувствовать себя частью вот этого коллектива или общества она ценности затраты это влияет за счет того что мы снижаем большой объем когнитивной нагрузки который ложится на студента для того чтобы что-то воспринять и таким образом у него меньше затрат на то чтобы получить ту же самое возможно более высокую ценность потому что мы что-то лучше структурировали поэтому это действительно важная история давайте сразу исправим кейс который мы разобирали выше и я обязательно расскажу что я использую для его исправления мы остановились на том почему же вам скучно и здесь был добавлен третий абзац который мы еще не разбирали я его вывела отдельно читать его не буду здесь я выделила две основных составляющих которые наверное нужно было вынести из этого абзаца который все еще сгенерирован рекой во-первых то что информационные технологии связаны с логистикой во вторых то что они позволяют быстро реагировать на изменения и удовлетворять потребности более эффективно попробуем взять вот этот поинт про информационные цифровые технологии и взаимосвязь с логистикой и сделать из этого чудесного потрясающего но совершенно непонятного абзаца что-то более-менее воспринимаемое ok взяли текст как опору говорили про технологии цифровые технологии неразрывно связаны с логистикой управлением цепями поставок если мы посмотрим на исследование в котором приняло участие более почти 7000 стартапов мы увидим что в области управления цепями поставок довольно большое количество стартапов связано с именно с цифровыми технологиями в частности это работа с искусственным интеллектом это интернет вещей большие данные роботы а при внедрении цифровых технологий компании могут выполнять процессы быстрее и также снижать затраты в том числе за счет того что человеческая ошибка уменьшается давайте возьмем роботов и поговорим о том как они влияют на процессы в логистике сначала мы посмотрим на классическое применение роботов это склад amazon в данном случае на складе amazon роботы похожи на роботов пылесосов они подъезжают под стеллаж товарами сами стеллажи относительно легкие с точки зрения своей конструкции после этого этот робот пылесос условный везет стеллаж до сотрудника который собирает заказ клиента он забирает нужный ему товар не уходя с места в масштабах amazon а это очень важный процесс он супер разнообразный и они собирают десятки и сотни тысяч заказов за день и поэтому если бы сотрудники перемещались по складу это было бы максимально нерационально но этот кейс уже достаточно избитый и возможно вы его уже видели кстати если вы его видели тоже обязательно напишите в чат когда я рассказываю эту часть студентам действительно большинство из них уже не один раз видели отсылку к amazon именно поэтому здесь есть вот эта часть про классическое применение роботов в достаточно разнообразном процессе но есть не классическое применение роботов например на складе яндекс маркета казалось бы что это такое просто какое-то складское оборудование тем не менее вот эта штука в середине это робот который называется спектра и он умеет проводить инвентаризацию на складе один из самых нудных и дорогостоящих с одной стороны и долгих процессов что он делает он приезжает по зоне склада сканирует делать фотографии палет с товарами которые там стоят проверяет их на целостность и проверяет на правильность кода казалось бы зачем в такой скучной инвентаризации нужна вообще робототехника раньше два сотрудника которые работали над инвентаризации в среднем могли обойти за один день до пяти тире семи процентов склада при этом проверка делалась выборочно а если мы бы взяли одну зону склада то около восьми часов непрерывно два сотрудника тратили на выборочную проверку аспекты справляется буквально за три минуты более того он работает 12 часов без перерыва и избавлять сотрудников от опасной работы почему эта работа опасная потому что склады высотные и сотрудникам нужно забираться на лестницу чтобы отсканировать код посмотреть целостность палеты вот это пример того как цифровые технологии неразрывно связаны даже с операционными процессами в логистике и управлении цепями поставок кажется что этот абзац стал лучше как вы думаете что здесь поменялось и за счет чего скорее всего стало лучше восприятие чем если бы это был просто абзац про то как цифровые информационные технологии взаимосвязаны с логистикой спасибо большой пример картинки да визуальная часть вообще достаточно сильно важно можно легко представить ситуацию есть нарратив есть жизненные ситуации и акценты цифрами огромное вам спасибо за ответы я чуть-чуть подсобрала некоторые пункты будут своими пересекаться появились действительно примеры и цифры это первое что я выделила появилась мини структура и у каждого слайда даже несмотря на то что я везде оставляла вот эту плашку давайте переделаем абзац но структура появилась и у слайда и структура появилась в целом этой части мы пошли от цифровых технологий в целом к конкретно роботом к конкретным кейсом визуальная подача тоже стало лучше что еще важно здесь не просто работают примеры здесь работает то что есть сравнение особенно для тех у кого уже есть знания об амазоне они думают ну боже мой опять мы будем слушать про роботов на складе amazon то мы давно о них не слышали особенно ну ребята с управленческих специальностей часто так думают особенно если вести в аудитории прям видно на лицах вот это скучающее выражение лица которые такие блин опять но потом у них наоборот появляется очень большой интерес потому что про робот яндекс маркета достаточно мало кто слышал ну и кроме того понятно что нет чтения и подача из-за этого тоже изменилась и стала лучше насколько я понимаю запись идет но организаторы возможно подскажут лучше это подводит нас к тому что входит в ораторское искусство то есть мы сейчас посмотрели какие-то элементы которые я скомбинировала для того чтобы улучшить подачу и теперь мы поговорим о том что все таки входит в ораторское искусство мне нравится тот подход который использует школа культуры речи я сначала про него расскажу потом объясню почему мне нравится этот подход они делят ораторское искусство и все навыки которые нужны на три составляющих это ясная речь это разумная речь и также свободная речь если мы говорим про ясную речь сюда включаются условно назовем это технические вещи все что касается дыхание голоса дикции артикуляции прошу прощения если мы говорим про разумную речь то это все что касается логики и структуры это действительно тоже важный point о котором зачастую забывает на курсах например про раторское искусство больше рассказывая про то как правильно управлять голосом как правильно дышать как правильно говорить но о том что мы кладем в основу того о чем мы говорим об этом часто речи достаточно мало и третий блок он касается основ актерского мастерства психотехники и подобных штук почему мне нравится именно этот подход потому что в данном случае он объединяет в себе все составляющие без которых хорошее выступление и речь они действительно не могут существовать если мы уберем разумную речь это будет может быть красивая картинка но просто фантик у которого не будет сущности если у нас будет разумная речь и свободная но при этом мы будем бубнить себе под нос это тоже никто не будет воспринимать если мы будем говорить про свободную речь здесь немножко штука шире это вопрос и про наше самоощущение когда мы выступаем и про то как мы подстраиваемся под каждую аудиторию мы еще тоже обязательно об этом поговорим теперь мы пройдемся по каждому блоку и сначала мы поговорим про ясную речь сначала тоже задам вопрос а используете ли вы вообще какие-то техники по работе с голосом с дыханием с дикцией артикуляции или практически ничего не делаете вот предположим что вам нужно выйти сейчас выступать на конференции через полчаса вы будете как-то готовиться с точки зрения голоса дыхание вот этих вещей или просто выйдете рассказывать материал дыхательная гимнастика вижу иногда да смотрю если реверберация от стен а это интересно потому что действительно одно из упражнений будет связано с отражением звука от стен дыхание на успокоение этот point тоже будет в этой части как такое немножко бонусный спасибо огромное запасусь бутылкой с водой да это действительно правильно причем вода гораздо лучше чая или кофе с точки зрения долгих выступлений потому что чай и кофе довольно сильно влияет на наши связки и лучше постараться не пить их в процессе выступления честно я могу сказать что я иногда это нарушаю особенно когда это утренние пары но тем не менее и так ясная речь о чем мы поговорим в этой части в руки можно что-то мелкое взять да это иногда успокаивает говорю сама собой я тоже говорю сама собой в рамках одного из упражнений я сейчас покажу мы начнем с голоса почему голос потому что на самом деле он нас ограничивает больше всего если особенно пара долгая я сегодня себя поймала что после двух пар на английском языке где говорила практически непрерывно мой голос даже несмотря на то что я знаю как сохранить его начал уже подсаживаться поэтому и честно час между парами и выступлением старалась реанимировать голос и справиться с последствиями дальше мы поговорим о дикции и артикуляции иногда на самом деле в связке с голосом и наконец будет дыхание почему она последняя потому что она немножко шире и в том числе нужно для борьбы со стрессом первое наверное такая штука которая действительно спасает я вот ее сегодня делала для того чтобы голос пришел в себя упражнение называется горячее дыхание а суть состоит в том что мы говорим на выдохе ставим руку перед своим ртом и напрягаем мышцы живота когда мы говорим мы должны чувствовать тепло которое исходит изо рта это упражнение можно делать достаточно долго это упражнение мне рассказывала действующая актриса у которой я училась и которая использует его в случае например если у нее спектакль она понимает что у нее болит горло она ничего не может с этим сделать не перенести нет замены ничего она прям рассказывала что мы перед спектаклями выделяем там час или полчаса и действительно разговариваем таким образом что хорошего в этом упражнении за счет того что вы говорите отличающие в другой манере чем обычно у вас идет теплый воздух у вас постепенно прогреваются связки и таким образом мы лучше их разрабатываем мы их спасаем от переутомления это действительно особенно важно когда мы болеем и за счет того что еще мы напрягаем мышцы живота мы немножко развиваем опору голоса тут важно сказать что если вы поете и при этом выступаете там будут довольно разные техники того как мы работаем с голосом но тем не менее некоторые будут чуть-чуть пересекаться горящее дыхание как раз это одна из этих вещей второй вариант упражнения который я как раз говорила что будет его тоже достаточно сложно будет показать а вот третье я обязательно покажу это упражнение эхо упражнение эхо делается в любом помещении вам нужно сначала стать практически вплотную к стене и говорить так чтобы от этой стены шел отзвук при этом говорить громко совершенно не обязательно нужно говорить достаточно тихим голосом или обычным голосом но слышать отзвук в принципе здесь тоже это работает если вы напрягаете мышцы живота и у вас получается звук более глубокий то есть вы не говорите только вот где-то ртом на зубах на кончике языка а когда у вас голос тоже более глубокий и задача в этом упражнении не просто добиться того чтобы у вас был отзвук от стены а по возможности вы должны отходить от этой стены и у вас должен сохраняться отзвук таким образом у вас звук гораздо лучше звучит это действительно помогает проверяла на большом количестве знакомых у кого очень глухой отзвук они когда делают это упражнение и гораздо лучше слышно я люблю это упражнение перед парами в каких-то не очень удобных с физической точки зрения аудитории когда они очень вытянутые например по бокам я еще тот человек который не очень любит микрофон потому что люблю ходить по аудитории а микрофоны часто с проводами и довольно сильно мешают таким образом звук лучше отражается и нужно меньше напрягаться в речи да это кстати упражнение действительно у него есть еще одна вариация на посыл когда вы например встаете в одном конце комнаты человек встает в другом конце комнаты желательно чтобы это был какой-то тоже большой зал и ваша задача сделать так чтобы звук тоже до него доносился это действительно похоже упражнение мы его тоже кстати делали на курсах по публичным выступлением довольно часто еще была вариация когда нужно было донести звук именно до конкретного человека то есть люди стояли спиной и нужно было доносить звук так чтобы он шел до конкретного человека и этот человек понял что это ему да смотрите татьяна с точки зрения того чтобы добиться эффекта эхо во первых мы тоже говорим на выдохе стараясь в принципе сохранять ту же самую технику как горячем дыхании чтобы вас был более теплое получается дыхание на выдохе это позволяет вам лучше иметь опору в живот звука таким образом у вас получается что звук становится более глубоким когда он становится более глубоким он начинает действительно лучше отражаться от стены потому что он как бы захватывает большим объемом звуковой волны эту стену и таким образом это начинает работать на самом деле если вы попробуете его сделать вы достаточно быстро поймете как когда он начинает отражаться потому что вы будете слышать этот отзвук у себя тоже в ушах какой-то момент становится слышно что есть обратная связь от стены и слышно лучше но громкость ниже или даже да вот уже максим или пробовал раньше или сейчас попробовал это упражнение это действительно вот немножко больше на ощущениях упражнения для того чтобы поймать вот этот эхо следующая вещь которая обычно очень веселит всех это упражнение с пробкой собственно у меня есть пробка они же упражнения с леденцами с какими-то другими предметами в целом есть две вариации я сейчас покажу обе у нас обычно есть очень классические упражнения которые работают для артикуляции это упражнения со скороговорками размять зубы язык губы челюстные мышцы и прочее но эти упражнения зачастую делают эту разминку дольше плюс они объективно надоедают а поэтому я когда веду мастер-классы по ораторскому искусству я часто даю упражнения с пробкой а в чем состоит идея мы во первых разогреваем артикуляционный весь аппарат во вторых мы разжимаем челюсть челюстные мышцы одни из самых зажатых в нашем теле потому что они очень сильные они постоянно работают и туда еще уходит эмоциональное напряжение если мы злимся переживаем тревожимся последите за собой возможно вы постоянно сжимаете зубы и это происходит практически непроизвольно как это влияет на звук он становится вот таким достаточно плоским если его не разминать сейчас я понятно что утрирую если его не разминать что у вас постепенно звук сплющивается если вы ведете лекцию или две это прям действительно уже будет накапливаться и звук будет и хуже идти и хуже тоже будет восприниматься сама по себе речь и третье что позволяет делать такие упражнения это раскрыть звук в гортане а первый вариант говорим с пробкой непрерывно сейчас я попробую заодно вы скажете понятно меня или нет в онлайне я еще кажется эту историю не тестировала и так а в рамках упражнения с пробкой ваша задача зажать пробку не очень сильно зубами и затем сделать так что вы говорите вместе с пробкой а людям должно быть понятно что вы сказали так было ли понятно что я говорю я знаю что это выглядит супер забавно и еще когда вы это делаете первые разы очень сложно говорить так чтобы вы не прокусывали пробку это тоже очень важная история потому что вы не должны пытаться зажать зубами эту пробку до бесконечности задача слегка удерживать минус упражнения точно нужна салфеточка потому что слюно отделение все равно будет это нормальная история да тот голоса действительно меняется после упражнения в онлайне это действительно не очень слышно хотя тем более что я потратила время как раз до мастер-класса тоже и на это упражнение но это супер помогает разогреть артикуляционный аппарат я вот например как раз тот человек который страдает зажимом челюстных мышц я когда слежу за тем как говорю я часто чувствую в обычной жизни что я вот это приплюснутая речь потому что мышцы все пережатые а вот это хороший способ их рожать второй способ более интересный с этим упражнением а даже есть отличие хорошо сейчас будет чуть сложнее в чем состоит идея второе упражнение это уже не для разминки артикуляционного аппарата она больше тоже для раскрытия челюсти и для того чтобы раскрылся звук в гортане потому что когда мы говорим с пробкой у нас получается немножко другая позиция у рта и у того как мы в принципе говорим менять также позиция в гортане из-за этого звук становится более тоже ну условно летящим у него тоже будет появляться больше эхо и он будет более таким наполненным звучным и прочее здесь будет разница в том что мы будем говорить не постоянно с пробкой а будем говорить с пробкой в какой-то момент вытаскивать ее чувствовать что у нас еще открытая позиция в гортане это действительно физически чувствуется когда вы несколько раз поделаете затем когда вы будете чувствовать что звук снова сплющивается вы обратно возвращаете пробку опять не говорите и так повторяйте несколько циклов сейчас я попробую итак второе упражнение направлено на то чтобы у вас раскрылся голос и вы сохраняли ту же самую позицию вот сейчас я чувствую что у меня голос раскрылся и мне гораздо проще говорить я даже могу говорить тише он тем не менее будет более раскрытым а вот сейчас я чувствую что у меня начинает поджиматься и становится более плоским голос опять же разница возможно не очень слышно но я чувствую физически в этот момент я возвращаю пробку и продолжаю с ней говорить для того чтобы у меня снова стал более объемный звук и радостно пытаюсь делать так чтобы меня было понятно итак а теперь мы снова продолжаем и звук снова остается раскрытым это пример того как работает вот подобное упражнение что здесь важно сказать был такой кейс который мне тоже рассказывали актрисы на обучении что не были девочки которые готовились поступать на актерская и у них было задание на неделю тренироваться 5 6 минут в день с пробкой они как вы думаете что делали в течение недели правильно ничего что они по итогу придумали совершенно гениальную историю мы короче разделим 5 5 6 минут которые были каждый день соберем их вместе и будем полчаса до мастер-класса на котором нам нужно вообще объяснить что мы делали домашнее задание будем говорить с пробкой так лучше не делать не вдохновляться плохими практиками потому что это негативно влияет на голос если вы действительно очень долго говорите с пробкой у вас тоже происходит пережатие мышц просто в другой позиции из-за этого вам будет сложнее говорить и сложнее держать адекватную речь как с точки зрения артикуляционного аппарата так и с точки зрения голоса поэтому в среднем это 5 6 минут в день или пару раз по пять минут в течение дня я честно таскаю с собой сумки пробку я уже даже почти привыкла ходить по коридорам вышки встречать своих студентов которые видят меня разговаривающий с пробкой но поначалу это правда не очень комфортно но в целом это помогает очень сильно если вы мне комфортно вы можете уйти в свой кабинет или куда-то на улицу и записать кому-нибудь голосовое хотя бы даже себе в чат я вот кстати стала тестировать супер штуку записывать голосовой подружки и она слушает и тоже говорит вообще понятно ли было что я говорю потому что когда я выступаю перед кем-то вот даже я рассказываю в онлайне вы все равно ориентируетесь на то что вы видите то что я говорю да у меня естественно по-другому работает артикуляция но она все еще работает и помогает вам распознавать что я говорю она голосовому человека нет такой возможности но в большинстве раз все понятно и все хорошо что делать если вы терпеть не можете какие-то посторонние предметы у меня была например девочка тоже на мастер-классе которая сказала ну вот я не могу вот мы перешли к этой части с пробкой на горит у меня ужасный рвотный рефлекс пожалуйста я просто не могу это упражнение делать меня сразу будет очень сильно тошнить ну безусловно у нас есть классические скороговорки классические упражнения для разминки речевого аппарата я не буду проходить по всем я безусловно отправлю эту презентацию только дам некоторые примеры но вот эта скороговорка если вы занимались например на хоре возможно вам очень сильно знакома потому что мы на ней распевались и у тебя литерали каждые каждое занятие начинается того что ты поешь на одной ноте бык тупо губ тупо губенький бычок опять же задача не в том чтобы просто проговорить просто проговорить это не очень полезно здесь мы играем в такое нарочитое произношение на грани бреда немножко то есть каждый звук должен быть слышен даже если у вас какие-то звуки не очень точно произносятся это не самая важная история у меня например с шипящими звуками есть проблема что я по-другому ставлю в позицию язык то есть у меня никогда не будет идеальной идеального произношения именно таких скороговорок но задача просто разные звуки потренировать например на этой скороговорки бык тупо губ тупо губенький бычок у быка бела губа была тупо да достаточно непривычно да сейчас я кажется тупо губ произнесла больше как п они как бы в конце сразу рефлексия в процессе это важная штука отслеживать что у вас происходит но тем не менее мы тренируем тут одни звуки другие скороговорки тренируют шипящие звук r и другие в общем то здесь основная история подобрать себе буквально 45 скороговорок на разные звуки для того чтобы с ними тоже поработать здесь я выбирала просто несколько по моему 8 всего скороговорок ну например возьмем тоже вот эту я ее очень сильно не люблю но тем не менее на мили мы на лима лениво ловили меняли на лима вы мне на линя а любви не меняли вы мило молили и в туманы лимана манили меня кстати мне кажется что в какой-то песне была отсылка на эту скороговорку почти уверенно может быть группа секрет или еще у кого-то если кто-то знает напишите я просто сейчас поняла что у меня в голове мозг поет эту фразу ну допустим тоже на звуки а точный секрет хорошо все хорошо еще пока с памятью и вот как раз это самая нелюбимая моя часть тоже вторая после пронолима скороговорку это ше потому что шипящие звуки это не очень сильно мое кроме скороговорок с нарочитым произношением еще история просто с разминкой разминаем губы банально сделать трубочку тоже будет забавно выглядеть двигать вверх-вниз влево вправо по кругу я сделал например по кругу тут важная штука что иногда вы будете слышать что у вас немножко как будто бы хрустит челюсть особенно если вы делаете такие штуки очень редко во всех таких упражнениях нужно уменьшать амплитуду и нужно пытаться немножечко уменьшить скорость потому что хруста в челюсти когда вы делаете какие-то упражнения на губы на челюстные мышцы не должно быть второе язык здесь истории тоже с вращательными движениями с тем чтобы покусать язык когда мы даем какую-то какое-то проприорецепцию то есть мы либо трогаем какую-то часть допустим на руке либо мы покусываем язык мы напоминаем мозгу что дорогой мой смотри у тебя есть язык у тебя есть рука у тебя есть нога у тебя есть еще что-то и этим мы сейчас будем пользоваться это очень хорошо помогает активировать язык потому что обычно мы говорим и у нас язык очень такой вялый ленивый нам ничего вообще не хочется делать а вот кстати штука с языком когда вы делаете вращательные движения она еще довольно хорошо помогает для челюстных мышц тоже вы сначала будете чувствовать перенапряжение но за счет того что у вас копится теперь напряжение челюстные мышцы потом расслабляются как и в случае с физическими упражнениями обычными там еще есть разные вариации когда вы например делаете вращательные движения в наклоне головы в бок в повороте например головы тогда у вас немножко разные мышцы шеи и тоже в области рта задействуются то есть есть получается обычная вариация вы просто с ровной головой есть вариация с поворотами 2 есть вариация с наклонами и вариация с тем что вы наклоняете голову и тоже делаете круговые движения и то же самое с головой которая назад идет а третье это развинка челюстных мышц да про кукушку тоже классная скороговорка но она для меня чуть попроще чем вот была последняя на прошлом слайде потому что тут все-таки есть к которых звук который довольно хорошо разбавляет шипящие а эти секрет буги буги хорошо это про откуда налима про налима скороговорка спасибо большое разминка челюстных мышц возвращаемся возможно в двух вариантах либо мы просто открываем рот закрываем двигаем челюсти вправо-влево второй вариант когда вы язык оставляете на верхнем небе и не отрываете его то есть вы ставите руки на челюстные мышцы это нужно чтобы как раз они не хрустели и вы контролировали движение получается что вы ставите язык на верхнюю небо и не убираете его и допустим открываете рот потом то же самое допустим в бок челюсть я почти уверена что это довольно забавно выглядит со стороны но это тоже позволяет немножко расслабить челюстные мышцы и тоже раскрыть звук ну и последнее конечно самое любимое всех это после всех упражнений в которых мы говорили мозгу что вот есть губы челюсть зубы есть о язык и все должно работать нужно пофыркать как лошадь и просто расслабить все что есть а все мышцы в рамках артикуляционного аппарата понятно что оно делается последнем серии как можно дольше стараться его сделать то есть это позволяет как раз тоже расслабить мышцы и немножечко настроиться до зевнуть еще можно тут кстати хорошая например упражнение есть из йоги называется лев его даже не обязательно делать в полной вариации это когда вы очень сильно напрягаете получается очень сильно открываете рот вытаскиваете язык голова получается прижимается подбородком к груди и вы пытаетесь вот издавать вот этот рычащий звук как у льва это упражнение тоже хорошо помогает как раз для горла особенно если вы не очень хорошо себя чувствуете понимаете что связки потели или вы заболеваете понятно что дальше есть вариации да с камушками орехами во рту это я как-то участвовала в конкурсе на то кто больше дольше сможет говорить скороговорки более-менее понятно с увеличивающимся количеством чупа-чупсов во рту неприятное задание будем честными но я выиграла тогда вот окей это было про артикуляцию теперь дальше про дыхание здесь тоже вы можете увидеть отсылку к другой уже песни что вообще с дыханием важно до дыхание я сейчас поговорю буквально на следующем слайде зачем точнее не зачем а как его использовать для успокоения но в целом дыхание позволяет улучшить опору для звука опять же чем глубже и спокойнее мы дышим они пытаемся буквально после каждого слова начать вздыхать это вдыхать это особенно конечно сложно мониторить когда у вас много пар подряд я тоже ловлю себя на мысли что танка в концу второй пары или не дай бог если мне три лекции подряд уже дыхание просто существует отдельно от меня я существую отдельно от него и вообще все отлично то есть мы дышим достаточно размеренно спокойно по возможности довольно глубокое дыхание и по возможности все-таки дыхание носом дышать все еще в идеале не грудным дыханием а все-таки больше в живот потому что когда вы опирая дышите только в грудь или вообще очень поверхностное дыхание которое останавливается а буквально вот здесь вы начинаете очень сильно говорить только в головной регистр или себе в нос из-за этого звук становится менее глубоким и из-за этого вам гораздо сложнее говорить например без микрофона у вас больше напрягаются все те же связки и за этим действительно вот желательно следить и также дыхание у нас есть для включения пара симпатической системы а кстати вы нервничаете вообще перед выступлениями или такой проблемы нет бывает а как вы справляетесь с нервами тут уже был ответ про дыхание для спокойствия и про то чтобы взять что-то мелкое в руки и покрутить если еще какие-то способы как вы себя заземляете подышать размеренно на счет да это прямо хорошая штука я сейчас расскажу как раз об этом ну очень кратко я вижу что эта ситуация встречается и в принципе это нормально я тоже нервничаю когда выступаю мы все нервничаем ну в принципе это обуславливать с некоторыми биологическими механизмами мы о них тоже потом поговорим в целом если мы говорим про вегетативную нервную систему то у нас есть пара симпатика есть симпатическая система симпатическая система отвечает за стрессовую реакцию поэтому когда вы переживаете перед выступлением у вас активно как раз таки симпатика это особенно можно почувствовать если у вас сильный стресс когда у вас буквально пересыхает в горле и вы практически ничего не можете сказать ну понятно что также страдает пищеварительная система часто бывает холоднее в конечностях и другие последствия но самое для нас важно это действительно история про то что у нас буквально пересыхает во рту пара симпатическая система ответственно больше за состояние спокойствия и действительно самый простой способ включить пара симпатическую систему это подышать определенным образом на самом деле не совсем чисто размеренно на счет тут есть еще несколько важных штук счет и дыхание на счет это правильно есть несколько техник но тут самых важных две вещи то что выдох должен быть длиннее вдоха это обязательно даже если вы дышите довольно часто и по возможности дыхание должно быть тихим то есть допустим если вы делали задержку дыхания не должно быть такого что следующий раз вы пытаетесь вдохнуть буквально весь воздух мира с таким звуком еще то есть максимально дыхание должно быть тихим есть разные техники первая такая самая простая это вы делаете 2 секунды вдох 3 секунды выдох и потом одну секунду паузу просто не вдыхаем как раз таки когда мы длиннее делаем выдох у нас постепенно включается пара симпатическая система зачастую достаточно буквально 1 минуты чтобы у нас это начало меняться второй вариант более сложной этой же схемы это сейчас я считаю 3613 секунды вдох 6 секунд выдох 1 секунда пауза но вы тоже должны понимать что если вам тяжело делать именно эту модель то лучше ее не делать и сделать все таки более короткую версию второе вторая штука которая мне нравится это смена циклов 10 секунд дышим как обычно вообще ничего не меняем например на 5 секунд зажимаем нос и делаем паузу потом дышим опять как обычно и снова делаем паузу тоже достаточно минуты очень важно как раз после паузы не пытаться вдохнуть весь воздух этого мира а все-таки попытаться также дышать размеренно постепенно во первых это влияет на успокоение в моменте во вторых это довольно сильно влияет на то как вы себя чувствуете и дальше в обычной жизни потому что обычно у нас очень стрессовое дыхание мы дышим гораздо чаще чем нам нужно и мы постоянно поверхностным частым дыханием активируем симпатическую нервную систему а тут эта штука улучшается так я смотрю тоже комментарии да квадрат я тоже достаточно часто делаю как раз когда гуляю это достаточно полезная штука сейчас я переключусь на чат да вдох на 3 выдох на 5 10 пауза на 1 да выдох постепенно действительно можно увеличивать в идеале вообще если мы говорим про работа с дыханием нужно научиться в таких упражнениях делать так чтобы у вас цикл циклов дыхания за одну минуту было до шести то есть четыре тире шесть вот это прям считается хорошим показателем того что симпатическая и парасимпатическая система находится в балансе но это мы уже вышли за пределы выступлений это я в целом уже про обычную жизнь говорю все таки мы должны говорить не только про выступление еще есть какая-то польза вне их ну и квадрат например два на два или три на три когда вы делаете две секунды вдох две секунды пауза две секунды выдох две секунды пауза либо под шагами типа три шага вдох три шага пауза три шага выдох и три шага пауза квадрат это тоже очень полезная схема которая тоже довольно быстро переводит баланс в сторону парасимпатической системы окей это была часть первая где мы смотрели на ясную речь и говорили про дыхание дикцию артикуляцию и упражнения которые могут помочь есть ли какие то вопросы в этом блоке так хорошо вопросов пока не вижу но если будут обязательно задавайте я вернусь к этому теперь мы поговорим про про блок разумная речь что у нас здесь будет этот блок будет немножко покороче в какой-то степени мы поговорим о логике и структуре что важно учитывать чуть-чуть совсем затронем стритейлинг это будет очень кратко потому что отдельный мастер-класс со стритейлингом уже был кажется осенью прошлого года если мне не изменяет память и ссылка на него тоже есть в этой презентации и также примеры упражнений для тренировки структурированности речи как вы кстати работаете над структурой допустим презентации лекционной или структуры какой-то короткой речи если вам нужно что-то рассказать напишите пока поделитесь мне действительно интересно потому что упражнения возможно будут не очень типичными и совсем не тем что вы ожидали увидеть итак логика и структура пока рассказываю за счет чего они обеспечиваются структура хорошая ну и взаимосвязь материала обеспечивается за счет того что мы даем связанные блоки они должны быть логичными не только внутри но и между темами хорошо работают интро ну то есть какие-то вступления с объяснением структуры также обычно нужны какие-то короткие выводы или паузы для того чтобы можно было осознать информацию также хорошо работают примеры аналогии кейса истории безусловно хорошая визуализация и самая важная часть это умение подстраиваться под ситуацию именно на это будут направлены упражнения буквально через несколько слайдов александр делаю тезисный план к занятию который отталкивается от цели плюс всегда есть интро и финал да супер спасибо большое за ваш ответ это действительно хорошая штука когда вы просматриваете тезисами что-то вы можете понять где у вас есть какие-то отступления от логики или что-то не очень сильно понятное хорошие практики в этой части во первых отсылки к предыдущим материалам если вы заметили в начале я спрашивала про то что такое ораторское искусство и в том числе для тех кто был на предыдущей части была возможность вспомнить то что вы смотрели в прошлый раз то же самое на лекциях я всегда начинаю с того что рассказываю что мы делали в прошлый раз и показываю как тема взаимосвязана с той которую мы будем смотреть сегодня вторая составляющая это короткие summary в конце каждого блока на самом деле только выводов если это условно пара на 80 или 90 минут обычно недостаточно а было бы здорово чтобы было summary в конце каждого блока или в конце самых важных блоков особенно если они очень сильно разные между собой а так иногда тоже получается да это евгения тоже очень классная штука когда вы используете какой-то трекер который позволяет понять где мы сейчас находимся это действительно хорошая идея она особенно классно работает если у вас линейная структура вашей речи вот если структура более циклическая там возможны варианты хотя это тоже хорошо довольно помогает но про выводы в конце выступления или лекции это понятно думаю что здесь можно особо не комментировать вот здесь важно смена блоков когда вы говорите каким бы вы прекрасным замечательным оратором не были и как бы вы интересно не рассказывали связано структурно логично хотя бы иногда вы должны задавать вопросы возможно давать какие-то формы если мы говорим про студентов обсуждения и подобные вещи безусловно в рамках онлайн формата особенно если кто-то пишет текстом это чуть менее слу чуть менее реализуемо чем в очных форматах или в онлайн где у вас идет именно встречи допустим они вебинар но вот это то что позволяет на самом деле не отвлечься от структуры а наоборот ее придерживаться я очень люблю еще такой подход когда у вас есть циклическая структура я обязательно сейчас покажу пример в чем у нас обычно проблема у большинства студентов с точки зрения структурирования материалов с моей точки зрения она заключается в том что мы прошли одну тему мы такие окей здорово прошла одна тема я чего-нибудь по ней сдал но я вообще ничего не помню что это за тема как она связана с другими я этого не понимаю и как связаны с другими предметами тем более циклическая структура я ее довольно часто использую и в рамках лекций например и в рамках целых курсов когда мы постоянно возвращаемся к тому что мы рассматривали и смотрим на это с другой позиции обязательно сейчас покажу пример и в том числе стритейлинг как тоже хорошая практика вот это пример циклическая структура курса это курс по управлению цепями поставок которые я веду в этом полугодии основная сложность что там ребята абсолютно со всех образовательных программ то есть дизайнеры учатся вместе с математиками ребятами с программной инженерии и с управлением бизнесом а также с биологией и химией понятно что этот курс сам по себе достаточно большой челлендж особенно учитывая то что он полностью в онлайне и там есть четыре кампуса и когда я проектировала курс я в этом году его веду первый раз я поняла что если мы пойдем по стандартной линейной структуре будет та ситуация которую я описала буквально минуту назад за счет онлайна мы потеряем полностью коннект вообще не будет никакой взаимосвязи в голове и мы просто пройдем разные блоки тем и радостно их забудем поэтому всю структуру курса я простраивала так что у нас циклическая взаимосвязь и к темам есть отсылки в разных абсолютно лекциях безусловно не ко всем темам во всех лекциях но тем не менее и кроме того внутри лекции я тоже использовала маленькие вещи которые задавали циклическую структуру простой пример мы рассматривали разные подходы к цепям поставок а там есть эффективный подход когда мы фокусируемся на затраты устойчивый подход когда мы фокусируемся на снижение рисков второй устойчивый подход когда мы фокусируемся на экологию и вообще устойчивое развитие и четвертый подход к социфровыми технологиями и вместо того чтобы рассматривать каждый подход по отдельности переводить разные примеры я взяла одну компанию в рамках которой эти примеры потом выстраивались то есть мы смотрим эффективный подход и рассматриваем цепь поставок мы рассматривали икеи с точки зрения того какие элементы эффективного подхода есть переходим к подходу с рисками рассматриваем какие есть элементы управления рисками переходим к устойчивому развитию рассматриваем элементы устойчивого развития и это супер сработало потому что в голове у них появилась взаимосвязь как эти вещи связаны между собой что это не отдельные штуки что они все влияют друг на друга и вполне спокойно в одной компании мы можем встретить отсылки на разные подходы блок про стритейлинг как я обещала будет супер коротким буквально два слайда а потом у нас будут упражнения для разумной речи стритейлинг это рассказывание историй любые живые сюжеты примеры как в случае с противопоставлением классического кейса амазона и яндекса или как с историей о том как я сегодня посадила голос и пыталась его реанимировать в течение часа они достаточно хорошо работают и позволяют с одной стороны переключиться с другой стороны не терять фокус внимания когда мы формируем какое-либо выступление у нас все равно есть какая-то цель выступление конечная либо конечная цель что должны научиться делать люди которые нас слушают у нас есть структура у нас есть иногда герои либо внутри прям целой большой лекции либо внутри какой-то истории которую мы рассказываем у нас есть возможно антагонист который мешает герою и у нас есть конфликт и в целом любая абсолютно история у нас состоит всего из четырех элементов это основная мысль которую мы хотели привести как в случае с яндексом и амазоном основная мысль была что в логистике и управлении цепями поставок без технологий никуда у нас есть сюжет в нашем случае сюжет был про опять же робот спектра что вот есть такой нудный процесс инвентаризации которые сотрудники выполняли очень долго он был опасным но потом они внедрили робота процесс стал в 300 раз быстрее и стал классным и безошибочным также это опорные точки в данном случае это какие-то факты цифры факты то есть то что восемь часов на одну зону тратили сотрудники а сейчас тратит робот буквально три минуты и целевое действие но в данном случае целевого действия как такового не было но действительно близко здесь было к основной мысли что цифровые технологии это важная часть и здесь есть просто есть примеры структур которые используются их очень много действительно я думаю что вы можете посмотреть дополнительно и ссылки которые здесь и ссылку на мастер-класс предыдущий который был просто ретейлинг но здесь основная составляющая в том что мы можем выстраивать структуры истории очень по-разному мы можем как раз организаторы прислали ссылку на вебинар про то как сделать занятие интересным так там также а были составляющие про гимификацию в частности поэтому он был очень полезным посмотрите его если не видели так вот любую историю мы можем простраивать через разные составляющие мы можем делать ситуацию как есть как будет и простраивать к ней мост мы можем рассматривать сложные темы через какие-то отдельные кусочки истории как было с икей где я рассказывала студентам процент поставок икей через разные ракурсы через эффективность через устойчивое развитие и другие мы можем вообще дать какое-то основное summary в начале а потом уже рассказывать какие-то детали в принципе все эти структуры работают их действительно важно знать для того чтобы вы могли переключаться между ними и теперь наверное самый долгожданный блок в этой части это упражнение в этой части как я и обещала будут не очень типичные упражнения почему смотрите мы можем с вами простроить максимально идеальную и логичную структуру мы даже проспланируем тайминг и все пойдет в нашей голове очень хорошо но есть одно но мы работаем с людьми и зачастую все это не так как мы запланировали кто-то начал задавать очень много душных вопросов и мы потратили на это много времени не смогли это смодерировать моменте так и так бывает материал закончился быстрее или наоборот пошли по материалу медленнее или что-то вызывает полное непонимание недоумение и нужно срочно найти какую-то другую аналогию и вот здесь очень важно развивать практики импровизации а казалось бы что это такой довольно больше актерский блок но тем не менее есть импровизации связанные с публичными выступлениями а в частности сейчас просто объясню два упражнения на основе книги ни на зверевой в тайне скажи а первое это публичное выступление на тему пословицы цель этого задания максимально доходчиво донести до зрителей смысл пословицы взять любую пословицу и построить на ее основе публичное выступление это позволяет тренировать структуру выступления быструю подготовку безусловно соблюдение тайминга но здесь я добавляла какие-то подсказки что можно использовать и лимит времени выступления одна минута в исходной версии время на подготовку практически неограничено но мы сейчас с вами сделаем штуку давайте попробуем протестировать меня напишите в чат какую-нибудь пословицу или несколько я какую-нибудь выберу я попробую буквально за 30 секунд подготовиться рассказать в течение 60 секунд а вы скажете что было хорошо а что было плохо это очень важное тоже задание несмотря на то что его делаете не вы в данном случае потому что таким образом когда мы учимся и смотрим на чужие ошибки нам гораздо проще потом искать свои так слов не воробей вылетит не поймаешь 7 раз отмерь один раз отрежь лиха беда начала не говори гоп пока не прыгнешь блин все таки хорошие варианты ладно иники бэники ели вареники иники бэники бэмс вышло 7 раз отмерь один раз отрежь окей дайте мне 30 секунд паузу можете пока на какую-нибудь пословицу которые вы написали написать чтобы вы про нее рассказывали если что я продумываю что я буду говорить это супер импровизация так окей я поставлю таймер для представления я выбрала пословицу 7 раз отмерь один раз отрежь основная суть этой пословицы заключается в том что мы должны все максимально четко планировать и продумывать планы что мы будем делать если все пойдет не так и только потом действовать например когда мы начинаем готовить какой-то план внедрения технологии в компании мы рассчитываем определенный бюджет рассчитываем как у нас будут обучаться сотрудники рассматриваем как будут меняться процессы и обязательно сначала делаем пилотный проект и только потом раскатываем эту технологию на основные процессы если бы мы убрали этапы планирования подготовки и пилотного проекта компания понесла бы большой ущерб это всего лишь один из примеров того как работает пословица 7 раз отмерь один раз отрежь а вы можете привести какие-то свои примеры так 59 секунд окей давайте попробуем разложить то что получилось что было хорошо что было не очень хорошо потому что честно я теперь признаюсь сделаю такой камин аут что когда я себе поставила таймер и начала думать над смыслом того что буду говорить у меня в голове ничего вообще не произошло и я к сожалению не смогла продумать то что происходит и это действительно была максимальная импровизация так бывает это тоже нормально что можно было улучшить то есть мы начали с того что сказали пословицу объяснили ее смысл дали пример про внедрение технологий в компании что было бы если бы планирование не было и еще раз повторили пословицу и спросили про примеры у аудитории мне понравилось и было понятно хорошо окей ну я могу сказать даже что но понятно что в рамках импровизации это это действительно было достаточно наверное неплохо но тут я бы себя поругала за какой-то немножко внезапный как будто бы чуть чуть водянистый пример при технологии потому что я действительно его на ходу пыталась сообразить и как будто бы немножко не додумала и второе за чтобы я себя поругала это за вывод с одной стороны циклическая структура это хорошо но в рамках минутного выступления как будто бы повторять то же самое что ты сказал полминуты назад это не очень сильно ценно но тем не менее спасибо вам большое за обратную связь а второй пример еще более сложный но мы его сейчас не будем тренировать тут я точно за минуту ничего не придумаю но я делала такое задание со студентами это публичное выступление с трибуны генеральной ассамблеи оон когда вы берете какую-то идею и у вас буквально есть минута на пич этой идеи вам нужно объяснить почему она важная почему эту проблему нужно решать и по возможности предложить потенциальное решение по сути это развитие классического способа или вейта пич когда вот у вас буквально есть 30 секунд тире 60 секунд чтобы представить идею какого-то своего проекта стартапа бизнеса и прочее но здесь это переведено в немножко более масштабный получается формат сейчас мы сделаем еще одно упражнение но уже теперь в нем поучаствуете чуть-чуть вы еще две импровизации уже из другой книжки одна из них позволяет научиться делать связную речь по возможности делать без большого количества слов паразитов пауз и других вещей эта импровизация называется суть предмета идея в том что вам нужно взять абсолютно любой предмет который лежит перед вами или просто представить его и говорить про него как можно дольше как можно более связно вы можете описывать предмет можете описывать для чего он возможно используется может быть использовать какие какие-то истории связанные с этим предметом но вот эта вещь она достаточно хорошо позволяет действительно научиться когда уже все в голове казалось бы лимит я уже не могу ничего рассказать про эту несчастную ручку но вот у меня открылась второе пятьдесят второе сотая дыхание я могу что-то еще добавить про эту ручку вспомнить внезапно какую-то историю или какой-то важный ее компонент и еще одна вещь как раз над которой мы потренируемся это убеждение в данном случае эта история про то что мы берем абсурдные или какие-то нелепые утверждения и пытаемся выстроить свою речь как доказательство того что это абсурдное утверждение на самом деле истинное давайте возьмем утверждение курение не только вредно но и полезно дисклеймер курение все еще вредит вашему здоровью и пример носит сугубо иллюстративный характер но тем не менее какие бы аргументы вы попробовали привести за то что курение не только не вредно но еще и на самом то деле не полезно подумайте чуть-чуть а потом мы обсудим через что это можно было рассматривать чем больше курящих людей тем меньше курящих людей это хорошо совместное бухтение в курилке позволяет снести рабочий стресс ольга кстати я бы еще продолжила что часто в курилке решаются разные вопросы и вот вы пришли в курилку и вы уже знаете что происходит во всех отделах и вы человек который постоянно находится на виду у начальника своих коллег и вы считаетесь очень ценным человеком поддерживает табачную отрасль конечно создание рабочих мест снимает нервное напряжение повод отдохнуть от работы смотрите берем ну в принципе достаточно абсурдный тезис потому что в целом курение естественно не полезно но мы берем сосредоточения борьба с гиподинамией смотрите какие вы креативные все супер ну вот возьмите любые такие утверждения мы брали много разных некоторые не проходят цензуру поэтому не буду их говорить но тем не менее действительно вы берете любые очень спорные утверждения вплоть до каких-то относительно запрещенных тем типа каких-нибудь психотропных веществ подобных вещей и действительно стараетесь раскрутить можно причем делать в двух вариантах как с дополнительными источниками так и вот с базовой подготовкой прямо сейчас в моменте без того что вы что-то пытаетесь ресечить и найти аргументы за вот эту точку зрения и потренироваться дать какие-то аргументы за негативную точку зрения я помню что я в школе выступала на дебатах и у нас была тема дебатов до сих пор никогда я не забуду что баба яга это образ идеальный образ русской женщины и мне выпала тема про то что баба яга действительно является идеальным образом русской женщины ну честно тогда у меня не было опыта выступлениях поэтому я даже не то чтобы плохие аргументы подобрала я очень сильно про территорию речь забыла один два аргумента из тех что подготовила и тогда это скорее было не очень удачным выступлением я проиграла в дебатах но эта позиция кстати тоже не супер удобный была я помню свою панику в школе когда мне выпала позиция что баба яга это идеал русской женщины такая боже что я буду говорить можно я пойду домой пожалуйста вот но если у вас есть идея почему баба яга идеал русской женщины мы можем это тоже обсудить вот спасибо вам огромное за все ваши варианты они супер креативные тут уже и гиподинамии решение проблем и подобные вещи и так мы переходим к свободной речи этот блок самый короткий потому что объективно он такой немножко про поиск себя и он очень сильно рефлексивный в этом плане но мы тоже об этом немножко поговорим здесь у нас всего две части это стиль преподавания образ преподавателей как это учитывать в выступлениях и что делать если вы жутко волнуетесь часть 2 если дыхание все таки не помогает что делать в целом со своей тревожностью баба яга хозяйственная хорошо готовит и заботится идеал академического руководителя программы максим у вас очень интересный идеал академических руководителей я хочу сказать и так стиль и образ я здесь имею ввиду не стиль даже одежды и подобные вещи я имею ввиду скорее то как вы себя подаете в рамках образовательной среды он будет накладывать довольно большие ограничения на выбор стиле коммуникации с аудиторией и примерку на себя образа потому что мы должны понимать что разные аудитории отличаются друг от друга мы все равно немножко по разному ведем даже пары с похожим материалом на разные аудитории и если вы анализируете из каких составляющих сформирован ваш образ преподавателя вы можете понимать что вам подходит и что вам не подходит в рамках выступлений например если говорить про меня я люблю работу со структурой с логикой у меня стиль общения это баланс между официальности и неформальности несколько ближе к неформальности у меня очень поддерживающая коммуникации если я вижу что кто-то переживает мне действительно важно в каком состоянии находятся студенты при этом я достаточно требовательна и делаю фокус на адекватном подходе что это значит для выступлений это значит что я не могу внезапно переключиться в режим такой харизматичный меня ничего не подготовить к лекции и просто выезжать на бесконечном количестве историй или сделать презентацию просто со ссылками на новости у меня в контексте предмета я себе не могу позволить это сделать даже если попробую потому что у меня есть другой образ и это не монтируется с ним это скорее мне сыграет минус как аналогично я не могу допустим перейти в режим максимального количества шуточек каких-нибудь пахавных что тоже у некоторых срабатывает и ну такой немножко выезд за счет харизмы в какой-то степени хотя харизма это сложно конечно назвать я не знаю как назвать по другому то есть это действительно важно во первых вы понимаете таким образом какие техники вам подходят какие нет вы можете видеть зоны развития моей зоны развития например долгое время была требовательность как раз таки к другим то есть если я типа потратила кучу времени на то чтобы научиться выступать значит студенты тоже должны выступать супер хорошо и все это считалось таким априори правилом хотя на самом деле всем безусловно по-разному у всех развиты эти навыки и кому-то выступать сложнее банально и третья составляющая вы понимаете как вы можете какие-то техники адаптировать под себя потому что будем честными если вы сейчас выйдете из этого мастер-класса или вы посмотрите кучу видео на ютубе или почитаете книги и вам расскажут что такое хороший оратор предположим какую-то формулу она не сработает на вас если вы ее на себя не переложите поэтому рефлексия того кем вы являетесь в образовательной среде и как вы себя позиционируете в профессиональном плане это действительно важно кстати что вы считаете своим стилем напишите буквально 2 3 пункта подумайте я их обязательно тоже посмотрю а что вы считаете своей основой стиле преподавания своего образа преподавателя на что вы опираетесь а пока вы думаете я думаю что мы сейчас я буквально там полминуты подумать чтобы не забивать эфир а потом мы пойдем дальше это вопрос конечно не очень простой для рассуждения в моменте я его люблю задавать иногда коллегам или даже просто там представителем бизнеса далеко не все могут сразу ответить логика изложения актуальные примеры практика ориентированность это супер то есть например евгений если мы говорим про вас если у вас действительно есть акцент на актуальные примеры на то чтобы было все логично структурировано и практика ориентирована самое банальное вы не можете себе позволить сделать лекцию с нудным каким-нибудь чтением документов например или ссылаться на статистику которая была там 50-летней давности у нас тоже у меня тоже есть коллеги кто например показывать статистику там до 2010 года и на основе нее делает какие-то выводы как будто бы немножко прошло 14 лет после этого но опять же в образе этого человека или этих коллег это в принципе тоже срабатывает по определенным причинам поэтому опять же это может работать на этих людей яркие примеры шутки в стендапы четкая структура супер такие интересные интересные получаются сочетания так у меня у пол с немножечко чат все немножко пробумали фокус на технических вещах нелинейные структуры мемы ну я бы кстати не сказал что это взаимоисключающие вещи потому что технические вещи сложные в целом ну мне кажется классно какие-то ссылки на массовую культуру работают на мемы иногда для того чтобы что-то объяснить так уверенность чувство юмора умение удержать внимание приведение примеров вопросов зал супер много интерактива много обсуждения вопросов долгая лекция утомляет эмоциональность структуру учебных материалов обратная связь с нас сразу супер все зависит от темы честно привлекая личный опыт студентов тоже кстати очень хороший способ обменяться мнениями и немножко тоже передохнуть как спикеру в том числе окей но даже если вы имеете какой-то транслируемый образ у вас все равно есть какие-то изначальные настройки так как и у всех которые сидят в аудитории здесь сейчас будет такой довольно интересный внезапный проброс это не совсем до конца научная теория но в целом у нас очень любят разделять людей на разные психотипы на разные типы личности и прочее а большая часть вещей действительно деление условно но мне довольно сильно нравится вот это деление именно в контексте выступлений а здесь в чем идея что мы выделяем три типа людей в зависимости от того какой инстинкт у человека доминирует невротики это такие социально тревожные пирожочки это как раз я здравствуйте который видит социальную иерархию как я видит как люди общаются с друг другом как я запоминаю студентов я запоминаю одного якорного а потом у меня вокруг я вижу что они сидят и общаются то есть я уже вижу по группе что это за студенты потом уже начинаю каждого вычленять то есть я реально могу вспомнить кто с кем сидел кто что обсуждает и подобные штуки для меня это обычная абсолютная ситуация потому что ну я действительно очень сильно ориентируюсь на социум такие люди обычно довольно сильно стремятся к общественному признанию но довольно часто любят вешать ярлыки на других людей это вот кстати штука с которой я тоже боролась когда ты начинаешь вешать ярлык сразу же на человека что вот он такой и дальше ты не можешь от него уехать а что это значит для выступлений в целом ему будет проще наверное выступать и проще взаимодействует с аудиторией чем одному из следующих типов с точки зрения того если у нас в аудитории сидят невротики нам нужно убеждать их за счет того какие отзывы допустим на наш курс сколько людей уже его прошли с какими сложностями они сталкивались и как с ними справились поможет ли ему завоевать какое-то более хорошее социальное положение обучение на какой-то программе второй блок это истероида у истероидов доминирует половой инстинкт и это люди которые очень любят находиться в центре внимания они довольно эгоцентричны склонны к творчеству эмоциональности не очень любят конкурентов опять же этим людям достаточно легко выступать и опять нужно понимать что у нас не бывает того что развит только один какой-то из этих радикалов обычно у нас есть комбинации и это абсолютно нормально просто что-то развито больше что-то развито меньше в целом для истероида если он сидит в аудитории вы точно видели этих студентов которые задают зачастую вопросы не ради того чтобы вы ему ответили а ради того чтобы обратить на себя внимание поэтому здесь зачастую в случае если такие люди есть в аудитории они точно есть нужно тоже учитывать этот момент пытаться действительно ну допустим вам задали вопрос похвалить человека за вопрос в первую очередь сказать какой он замечательный прекрасный и тогда возможно с этим человеком будет гораздо проще работать у меня был такой студент несколько лет назад на одном из предметов который очень любил челленджить мое каждое слово но после того как я стала его хвалить за вопросы а потом он увидел что есть 3d печатная фигурка которую он может получить он такой а вы мне можете ее подарить пожалуйста и все после этого он успокоился его похвалили ему подарили фигурку и он все все хорошо и третье это шизоиды шизоиды это те у кого больше доминирует инстинкт самосохранения им проще всего пристраивать структуру выступлений чаще всего потому что у них есть какая-то логичная схема чуть сложнее выступать потому что обычно довольно тяжело контролировать несколько потоков людей держать фокусе внимание держать структуру в голове задавать какие-то вопросы следить кто отвечает с точки зрения опять же выступлений у вас совершенно точно в аудитории есть те у кого именно такой склад и у вас должны быть цифры факты конкретные примеры конкретные способы применения того что вы говорите тогда этих людей можно убедить ну и последний блок как справиться с тревогой мы уже поговорили с точки зрения дыхания а теперь поговорим про другие способы мы уже говорили о том что выступать боятся все почему потому что в целом мы самого начала развития человечества мы понимали что мы социальные существа мы живем в племени если вдруг так происходит что на вас смотрит сейчас все племя есть вероятность того что вас оттуда изгоняют или возможно вас убьют и у вас есть высокий риск смерти либо мгновенный либо отложенный по разным исследованиям считается что страх выступлений это второй после страха смерти как раз по этим причинам потому что до сих пор наш древний мозг пытается нас уберечь как как с этим работать про дыхание уже говорили объективно физические нагрузки и разгрузка психики какие-то способы типа рисования условного музыки еще других вещей которые не очень сильно нагружают мозг вторая составляющая вот то что мы например сейчас говорили про разных тревожных акулочек шизоидов и стероидов и прочее это знание своей аудитории и себя если вы знаете на чем основывается ваш образ если вы знаете свою аудиторию вам действительно гораздо проще искать релевантные примеры вам действительно проще взаимодействовать с аудиторией у меня есть тоже коллега который очень нравится как он ведет на программах дпо а профессионалом в его сфере потому что его примеры очень актуальны релевантные нетипичные хорошо позволяет устраивать выстраивать структуру но если он выходит на аудиторию бакалавров условно первого второго курса у него начинают возникать проблемы потому что он не адаптирует эти примеры на аудиторию первый курс не понимает суть предмета а им еще и нужно уловить какую-то сложную аналогию они такие сидят боже что мы тут делаем то есть вот это тоже история признания аудитории и подстройку того что вы рассказываете под аудиторию третья составляющая про который мы говорили это рефлексия наша тревога о выступлении это боязнь того что еще не произошло наш мозг постоянно тревожиться очень важно показывать мозгу что ничего не случилось у меня тут что ничего случилось но так бывает у меня буквально недавно был кейс то я ехала на не очень комфортной аудитории вести пары я прям ехала максимально тревожные думаю блин я хочу домой я хочу в пасть детскую позицию вообще ничего не вести потому что как-то не складывается коммуникация но пара прошла действительно нормально я потом отдельно разбирала со своим мозгом эту историю смотри мозг ты очень сильно тревожился хорошо спасибо что ты пытался меня уберечь но смотри ничего не произошло поэтому давай мы успокоимся и в следующий раз уже спокойно поедем на пары и не будем переживать и действительно когда я поехала через некоторое время следующий раз на пары к этой аудитории у меня уже не было вот этой всепоглощающей тревоги что боже все пойдет не так техники борьбы с внутренним критиком ну в частности есть самая базовая у дэнни грегори в книге заставь его замолчать где он дает возможность работать с внутренним критиком раскручивая утверждение этого внутреннего критика типа я плохо выступлю что дальше мне не знаю там напишет плохие отзывы что дальше меня уволят с работы что дальше я не смогу найти новую работу что дальше я останусь без дома денег и вообще умру бомжом в итоге у нас получится вот эта логическая цепочка что я плохо выступлю и поэтому я стану бомжом обычно мозг начинает понимать что немножко абсурдная ситуация и тоже возможно не стоит тревожиться об этом безусловно это экспертиза и любовь к профессиональной деятельности это очень важные штуки а потому что без того что вы любите то чем вы занимаетесь и без того что вы действительно в этом разбираетесь у вас не будет достаточного контента и будет действительно достаточно сложно выстраивать выступление и наконец последняя штука это подготовка лучшая импровизация это все еще подготовленная импровизация хотя бы с точки зрения тренировки разных импровизационных техник у меня есть буквально такой финальный вопрос потом у нас будет вывод и финальный слайд что из того что рассматривалась в этом мастер-классе в нем реально использовалась как вы думаете или что вы заметили если что то не использовалась вы тоже можете написать об этом storytelling хорошо что то кстати действительно не использовалась ну или прям совсем совсем мало логичная структура плюс часть вещей уже были упомянуты хорошо артикуляционные техники хорошо спасибо большое за ваши ответы читайте мы заодно чуть-чуть подсобрали то что мы смотрели выводы ораторское искусство это история про три блока это ясная речь где мы работаем с дыханием голосом дикции артикуляции и сюда же нужно говорить про паузы интонационные вещи которые мы сегодня чуть меньше затрагивали вторая составляющая это разумная речь это все что касается логики и структуры работы над материалами третий блок это свободная речь и это все что касается нашей проработки своего профессионального образа и того чтобы мы учились подстраиваться под ту аудиторию с которой мы работаем при этом ораторское искусство становится все более важным навыком потому что мы конкурируем за внимание с все большим количеством разных альтернатив оно безусловно требует тренировки и постоянных каких-то небольших действий и прокачка ораторского искусства дает довольно большое количество бонусов как с точки зрения более вовлеченных и более благодарных студентов так и с точки зрения снижения уровня тревожности на этом я заканчиваю свою часть но я с удовольствием отвечу на вопросы если они есть и раз уж я сказала что рефлексия действительно важна я буду очень благодарна если вы ответите буквально на один вопрос рефлексии и также напишите какие то свои вопросы если вы сейчас их не хотите задавать и свой контакт я вам обязательно тоже отвечу сейчас я продублирую ссылку на форму в чат обязательно со второго профиля вот и я хочу сказать огромное спасибо мне мне было правда суперинтересно это было довольно сложно это было довольно сложной задачей потому что рассказывать преподавателям как говорить как структурировать это непросто потому что все из вас безусловно используют те или иные техники в процессе своей работы у всех из нас разный бэкграунд и разные профессиональные области но я очень надеюсь что вы вынесли что-то полезное для себя и будете это использовать в своей жизни дальше я хочу сказать огромное спасибо если есть какие то вопросы я с удовольствием отвечу пожалуйста заполняйте делитесь своими фиксией форме мы видим множество огонечков действительно потрясающе у нас полтора часа вот так вот просто пролетели действительно очень насыщенно очень много практических упражнений в общем как-то не обманули правда погрузились полностью и кажется что каждый здесь может для себя что-то взять полезное вижу вопрос от людмилы в чате на занятиях со студентами не волнуюсь так как понимаю что знаю больше них а при выступлении на конференции всегда волнуюсь и очень сильно что отражается на речи так как на на конференции передо мной сообщество экспертов которые знают не меньше меня всегда почему-то боюсь что мне задают вопрос на который не смогу ответить что с этим делать а людмила спасибо большое за вопрос наверное первая составляющая которая вам поможет мы не можем знать все и абсолютно нормально не знать ответ на какой-то вопрос у меня так бывает и на аудитории студентов ну просто потому что когда ты ведешь допустим очень разных программ у них разный бэкграунд и они иногда задают такие вопросы что ты сидишь и полминуты просто пытаешься сообразить что можно ответить а поэтому наверное нужно в первую очередь не пытаться быть условно таким богом и пытаться знать вообще все это действительно очень успокаивающая история вторая составляющая если вы совсем не знаете ответ на вопрос у вас всегда есть стратегия сказать что вы сможете ответить позже дать свой контакт предложить человеку написать сказать что ну на эту тему нужна какая-то дискуссия если людям это действительно интересно они напишут и получается что и вы в данном случае показали что вы готовы продолжить обсуждение и при этом перенесли эту историю на чуть чуть более поздний период и уже ответ не в синхронном режиме а в асинхронном когда вам написали вот это те вещи которые можно использовать и они достаточно неплохо работают на конференциях и влияют на спокойствие и третий наверное блок если вы даже ответите какую-то вещь которой люди будут не согласны а такое тоже бывает но вы всегда можете вынести это как тоже какой-то тезис для обсуждения надеюсь что я ответила на вопрос если еще есть продолжение вопрос я с удовольствием прокомментирую спасибо большое действительно да дать себе право быть человеком вспомнить что подумать может быть тоже мне еще помогает помнить о том что коллеги допустим тоже люди и они точно так же если они например выступят я задам вопрос и там человек не ответит или как-то засомневается то ничего ну как бы ничего дальше не случится с моей стороны условно я не начну там хуже к человеку относиться или как-то его специально оценивать даже если это в зоне моих компетенций максимум действительно подумаю ну вот жаль что там спикер не знает ну странно наверное что человек об этом не знает но в общем больше ничего не произойдет то есть это кардинально мое отношение никому не измените мне я внутри себя верю что большинство участников в зале тоже в общем то не не посвящают настолько времени мне и моей жизни чтобы часами и днями думать о том что я не ответила на какой-то вопрос но если человек прямо хочет не знаю обо мне как о спикере целыми днями думать возможно уже дело тут не в том что я не знаю какой-то материал пусть письмо напишет не знаю смс отправить ну то есть действительно да какая-то легализация себя и участников как живых людей это так тоже настраивает есть еще у меня иногда наоборот на конференциях адекватный эксперт на парке всегда адекватные студенты да мне кажется особенно еще бывает когда программы дпо идут там очень много тоже подвохов разных связано как раз с экспертностью аудитории вот еще у нас есть комментарии от евгений к предыдущему вопросу с какого-то момента перестала стесняться говорить что что я не знаю сейчас ответа его нужно посмотреть и к следующему разу я его проработаю отвечу спасибо большое это на самом деле успокаивает аудиторию очень сильно и снижает их внутреннюю тревогу тоже что неприятно так а преподаватель настоящий живой человек он тоже чего-то не знает я могу чего-то узнать не знать а потом узнать в общем то в этом же идея обучения мы не только обучаем студентов но и сами в общем то можем что-то не знать и этому думать да ну кстати это человечность действительно довольно хорошо срабатывает я добавлю у меня ну даже банально бывает там супер загруженные люди когда что-то не успеваешь проверять или не успеваешь ответить на вопросы и иногда вот действительно помогает сказать честно что как бы вот что-то сейчас идет не так вот я вчера буквально вела пары и в какой-то момент я словила настолько сильную когнитивную перегрузку что стало заговариваться просто на каждом слове я серьезно ну потому что сейчас такой очень сложный период еще четыре пары подряд я начала в моменте переживать но я вот как бы тоже честно говорю что ребят сейчас очень сложный период я буду сейчас заговариваться пожалуйста как бы терпение сейчас возможно я соберусь а у меня еще и штука я говорю раз два три наташа сообрази это обычно помогает штука и их очень это веселит и нереально в чате стали писать что вы вообще не переживайте мы все понимаем вообще все отлично типа можете там минуту собраться и вообще все будет хорошо то есть целом аудитория хорошо реагирует на человечность если вы ну ее проявляете не только просите к себе но и проявляете ее по отношению к аудитории естественно ну да да спасибо большое тоже классная история честно признаться сейчас сейчас не работает секунда ну и это работает естественно когда мы честно готовимся к занятиям честно если пообещали что-то например студентам ответить в следующий раз отвечаем то есть если мы в целом выполняем свою часть обязательств то они будут готовы спокойно я думаю отнестись к каким-то сложностям и такая вера что у нас взаимодействие человек-человек происходит вот здесь Ольга Алканова пишет что наблюдала сначала как реагируют в ситуациях другие началось копирование их приемов и форматов ответ ну да тут можно подглядывать классическая формулировка это интересный вопрос и мы обязательно рассмотрим его в будущих из как это конечно же вопрос никто никогда не рассмотрел ну разные бывают вопросы особенно на конференциях да предложить подробнее обсудить на кофе брейки вот недавно почти в ноль сел голос самый разгар преддипломных консультаций я так однажды три часа занятия со школьниками провела у меня не было голоса вообще я сказала а сегодня мы будем шепотом это было самое дисциплинированное занятие на свете они так внимательно работали как никогда твой косы просто потому что ну нас к этому моменту же достаточно была настроена атмосфера и это супер работает и все прошло успешно так можно студентам предложить сами попробовать ответить на вопрос и находят студенты которые могут объяснить вот история про голос студенты с пониманием перестраивались на формат письменной коммуникации во время вкс звонков ну да из нас базовое взаимодействие установлено то как будто бы вот в аудитории со студентами вообще работать с незнакомыми людьми ну да если мы не намерены продолжать эту коммуникацию можно просто аккуратно сказать спасибо за вопрос рассмотрим позже попробуйте догнать меня на кофе попрыгки и потом хохоча убегать в закат отлично коллеги если вопросов или комментариев больше нет давайте с вами потихоньку заканчивать сегодня потрясающе совершенно мы с вами провели время вместе наталья спасибо огромное очень полезно честно сама тоже выполняла задания которые выдавали очень здорово кажется что каждый для себя что-то полезное тоже взял на всякий случай я не могу не напомнить что у нас про то как преподаватель живет в новом мире где он может быть конечно не клоун но совершенно точно меняет свои подходы к преподаванию повлечению как как мы вообще можем в этом новом мире существовать с учетом всех новых технологий нового контекста соревнований стик тока наша летняя школа внезапное будущее будет в конце августа с 19 по 23 очно в петербурге если вам понравился сегодняшний мастер-класс на летней школе тоже подобные форматы буду тоже много будем говорить про преподавательское мастерство и как вот оставаться ярким как свою свою супер силу при превращать в супер супер силу и в общем как-то расти и чувствовать опору в том что мы делаем когда мы выходим к аудитории коллеги спасибо огромное на этом завершаем всем хорошего завершения недели всем удачной работы в эту такую непростую загруженную пару и и не прощаемся как обычно встретимся на других мероприятиях сообщества в чате сообщества мы остаемся на связи всем огромное спасибо всем до до свидания всем